Одну старушку в Оптиной направили к отцу Досифею. Имя-то сложное, непривычное, вот и забыла его старушка. И вот она, встретив названного отца, но не зная его в лицо, спрашивает, «Батюшка, подскажите, где мне найти отца Фарисея?» Он посмеялся и говорит, «Да, к любому обратитесь». Архимандрит Алипий, будучи наместником, мог ответить острым словцом кому угодно. Вызвали его как-то раз городские власти. «Почему вы не можете навести у себя порядок? Ведь у вас нищие в монастыре». «Простите», отвечает отец Алипий, «но нищие не у меня, а у вас». «Как это у нас?» «А очень просто. Земля, если вы помните, поднята у монастыря по святые ворота. Нищие, с какой стороны стоят? С внешней или с внутренней?» «С внешней», ответили городские власти. «Вот я говорю, что они у вас, а у меня в монастыре все братья накормлены, напоены, одеты и обуты». У одного молодого батюшки не было духовного образования. Чтецом и диаконом побыть также не довелось. Рукоположили его и сразу отправили служить в глухую деревню, в надежде, что он на месте всему и выучится. Через несколько месяцев архиерей решил проверить, как идет служба вновь рукоположенного. Сообщили об этом и батюшке. Тот очень разволновался и стал усиленно готовиться к встрече с латыкой. Прежде всего написал приветственную речь, приготовил угощение и стал тщательно изучать устав архиерейской встречи. В уставе было написано «И ерей встречает архиерея во всем священческом облачении». Батюшка это запомнил. Когда настал долгожданный день, молодой ерей облачился во все имеющиеся вризничные одежды. Сначала было надето постовое облачение, затем пасхальное, а затем сверху, правда уже еле налезло, золотистое воскресное. Подкипы этих одежд бедняга еле дышал, но устав суров. Все так все. Хорошо не в соборе служу, думал батюшка. Там облачений куда больше. Архиерея встречали под колокольный звон. Переваливаясь, неимоверно потея и уже еле дыша, настоятель с крестом в руках вышел навстречу епископу. Архиерей удивленными глазами смотрел на выкатившийся шар всевозможных церковных одежд. «Вы владыка столб», — начал ерей свою речь, имея в виду сказать «столб веры». И тут в ужасе вспомнил, что столь блистательное написанное бессонными ночами приветственное слово лежит в кармане подрясника, который находится под рясой, под рясником и тремя облачениями. «Вы владыка столб», — повторил он еще раз, лихорадочно стараясь просунуть руку в карман своего подрясника. «Столб вы владыка», — уже чуть не плача, — говорил отец, дергая в разные стороны непослушное облачение. «А ты, батюшка, качан капусты», — сказал обидевшийся архиерей, развернулся и уехал восвоясь. Говорят, после этого случая необученных священников на приход владыка уже больше не посылал. Один молодой и ревностный священник узнал, что в город приезжает Тарзан со своим мужским стриптизм и затеял митинг протеста против него. Не очень охотно, но владыка все же благословил сделать объявление об этом в конце службы. И выпало делать это тому самому иеромонаху. И надо сказать, что человек он целомудренный, стыдливый, кроткий и совершенно не мирской. И вот, после службы он выходит к прихожанам и говорит, «Ах да, братья и сестры, забыл вам сказать, к нам в город приезжает мужской стриптиз». Повисла пауза, все в шоке. Батюшка смущается, подбирает слова, «Группа называется, по-моему, Тарзан». Тут еще больше повисла гробовая пауза. Батюшка продолжил, «Так вот, кто хочет, приходите сегодня к десяти вечера к ресторану «Центральный». Прихожане загудели, кто-то покраснел, а батюшка, подбирая слова, продолжил, «Будет мидинг протеста». Однажды произошел такой курьезный случай. Батюшке передали сообщение, что нужно зайти и отпеть покойника в одном из домов. Священник приехал, приготовился и начал отпевать. Правда, обратил внимание на то, что покойник лежал не в гробу, а на кровати. «Ну что ж, хоть так, но отпевать надо», – подумал батюшка. Дойдя до момента, где надо поминать покойного, он обратился к родственникам. «Как имя усопшего». И тут покойник открыл глаза и произнес, «Сергий». Опомнившись от шока, священник стал возмущен и стыдить родственников. Видимо, те что-то перепутали с таинствами, когда обращались в храм. Батюшка сказал, «Человек хоть и тяжело болен, но еще живой, а посему его нужно соборовать». Родственники сказали, что, мол, они в церковных делах не понимают, как батюшка скажет, пусть так и будет. Священник начал соборовать. Через несколько минут, воспользовавшись паузой, одна из родственников прошептала ему на ухо. «Батюшка, вы так все хорошо делаете. Может, мы заодно его и покрестим?»